Добрый день всем, кто зашел в гости на мой канал. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Тема сегодняшнего видео – выращивание стриптокарпусов в домашних условиях. Дело в том, что очень часто задают под видео два вопроса. Первый вопрос звучит так. Можно ли у стриптокарпуса срезать часть листа? Не влияет ли это на рост и развитие растения, на будущее и цветение? Второй вопрос звучит немножко по-другому. Почему у стриптокарпуса подсыхают края листиков, кончики листа? Почему лист покрывается пятнами коричневыми, то есть некрозит? И можно ли обрезать такой некрозный лист? Я бы сказала, что эти два вопроса параллельны друг к другу. Ну, давайте разберемся для начала с первым вопросом. Можно ли обрезать часть листа у стриптокарпуса? Можно, потому что стриптокарпус размножается чаще всего фрагментом листовой пластины. Поэтому, чтобы размножить стриптокарпус, достаточно снять часть не менее 5 сантиметров фрагмент листа, чтобы был, и укоренить его. То есть для размножения. Для размножения подходят молодые листы. То есть это никоим образом не должен быть старый желтый лист, коричневый, ну то есть с некрозными признаками. Вот, поэтому, если вы хотите размножить сорт, да, вам не нужно снимать целый лист, вам достаточно просто срезать фрагмент, взять этот фрагмент, укоренить, а оставшаяся часть листика будет также функционировать, и растение будет расти и цвести. То есть никакого вреда вы этим не принесете. Также есть еще случаи, когда можно и даже нужно срезать часть листовой пластины, и это также никоим образом не повредит растению. А вот перед вами молодой куст стриптокарпуса. Вот такой вот, это ват, солнечный лучик, я вам его уже показывала. Вот обратите внимание, как растет, да, стриптокарпус. Правильный рост стриптокарпуса. Один лист самый большой, вот он, самый большой лист. Второй лист чуть меньше. И третий лист еще меньше. То есть вот это правильный рост стриптокарпуса. Но часто бывает, я не знаю, от чего это зависит, возможно, особенности сорта, возможно, условия, что один лист стремительно растет, то есть он вот больше всех. А последующие листы, они немножко как бы замедляются, да. И разница в размере довольно-таки ощутимая. И вот этот стриптокарпус, вот этот лист перевешивает его, и он у меня постоянно падает, да. Растет вот в таком вот горшочке. В больший объем горшка пересаживать его еще рано, так как корневая система еще не оплела и этот объем грунта. Вот что делать в таком случае? Чем чаще вы достаете растение, вот я достаю, поливаю, где-то просто зацепила, и оно у меня вот раз и на бок падает. И у листика очень часто возникают механические повреждения. Вот начинается уже вот это механическое повреждение. Вот что делать в этом случае? В этом случае для компактности кустика запросто можно снять часть листовой пластины, уменьшить вес, то есть вот таким вот образом. Можно обрезать ножницами, как бы закруглить, да, ну, чтобы это более-менее красиво было. Вот такими ножничками я сейчас при вас это все сделаю. Вот так вот сделаем красивый листик. И вот это все, что я сделала, никоим образом не повредит растению. То есть оно точно так же может расти и цвести. Вот этот фрагмент я могу укоренить. Что я впоследствии и сделаю. То есть размножить сорт ватт солнечный лучик. Поставлю водичку его, и как у меня будет время, я эту часть листовой пластины укореню. Также, смотрите, есть еще один случай, вот тоже про листики. Почему закручиваются кончики листьев у стриптокарпуса. Вот, видите, как закручивается. Опять же, от роста. Вы видите, какой лист длинный, да. Вот этот лист обязательно куда-то упирается. Либо в подоконник, либо в другой горшочек. И ему деваться некуда, как только закручиваться. Но он не подсыхает и не некрозит. То есть здесь все в порядке. Чтобы точно так же не было механических повреждений, чтобы кустик был компактным, я беру вот. И вот это точно так же я убираю. Ту часть я могу укоренить, размножить сорт. А это останется и будет функционировать. Ну, вот здесь вот тоже немножко подкручивается. Ну, здесь он еще не цепляется у меня, этот лист за подоконник. Поэтому пусть пока растет так. Кстати, вот этот стриптокарпус, вот здесь еще он немножко наобок валяется. Потому что вот этот лист перевешивал, и розетка уходит в сторону, растет. Вот сейчас листик обрезали. Нужно поставить вот этот стриптокарпус, чтобы он под такую интенсивность освещения, где бы он тянулся к свету, и вот сам он вот так вот выпрямится. Будет ровненьким, хорошеньким, красивеньким. Так, ну, а сейчас давайте обсудим вот проблему, когда кончики листьевого стриптокарпуса подсыхают, либо сам листик становится вот в коричневых таких пятнах. У меня, конечно, нет такого экземпляра запущенного, да. Ну, я думаю, что я попытаюсь вам объяснить вот на этом примере, да. Смотрите, если у стриптокарпуса коричневеет лист, подсыхает лист, это бывает в двух случаях. Естественное отмирание листовой пластины. И как бы всё хорошо, всё нормально. Это достаточно просто этот старый лист удалить, и всё. Молодые же как бы листы, да, какие могут отмирать? Ювенильные. Вот в данном случае вот листик, вот листик. Я уже их обрезала. Это ещё деточные листы. И то, что они вот так коричневеют, это естественный процесс, ничего страшного нет. Эти листы, в принципе, можно удалить. Вот. И дальше листики портиться не будут, если у вас всё хорошо с агротехникой. Но если у вас портятся не вот такие молодые, вернее, не молодые, а самые первые деточные листы, а портятся уже как бы вот такие вот листики, да, и портятся они не от механических повреждений. Вот что лист был большой, и в связи с тем, что где-то цеплялся за подоконник, за другой горшок, то есть вот просто портятся. Вот почему они подсыхают и коричневеют. Здесь как бы причин несколько, но основная связана с поливом чаще всего. Значит, вы не вовремя поливаете стриптокарпусы. Обратите внимание на полив. Стриптокарпусы имеют листовую пластину. Вот смотрите, какие листья, да, у них. А есть же сорта, там ещё больше листьев. То есть вот этот процесс испарения влаги, да, потребления и испарения у стриптокарпуса больше, чем у фиалки. Поэтому за поливом нужно следить строго. Нельзя, нежелательно стриптокарпус пересушивать и нежелательно заливать. Заливать вообще нельзя. Стриптокарпус даже пересушку переносит легче, чем вот фиалки. Вот так вот. Но это не значит, что его обязательно всё время нужно засушивать. То есть если у вас подсыхают кончики листа, потихоньку лист отмирает. Первое, на что нужно обратить внимание, это на полив. Второй вариант. Вот в данном случае у меня вот все стриптокарпусы, они молоденькие. То есть они молоденькие, им ещё, они недавно пересаженные в грунте, тут питательных веществ им достаточно, и они прекрасно растут, с листьями у них всё в порядке, они ещё и цветут при этом. Если же стриптокарпус уже истощился, да, то есть давно у вас не пересаживался, вы не подкармливаете его, то тоже будет стриптокарпус питательные вещества забирать с какого-то самого старого листа. Тогда достаточно в таком случае просто стриптокарпус пересадить, то есть обновить ему грунт. Вот по поводу удобрений. Если у вас стриптокарпус давно не пересаживался, и вы будете его удобрять, вот вы заметили там, что с листом лист как-то неправильно выглядит, не так, как нужно, и вы, а, да, грунт истощился, давайте-ка я удобрю стриптокарпус, такой номер тоже не пройдёт. Скорее всего и чаще всего будет отравление, то есть корни не будут, они будут обжигаться от этого удобрения, потреблять не будут, дозу этого удобрения будут разлагаться, и таким образом даже стриптокарпус может пропасть. Поэтому, поэтому, поэтому пересадка только, только пересадка омоложения стриптокарпуса с обновлением неем грунта, либо частичная, либо полная. Там уже всё зависит от того, насколько у вас куст большой, да, большой, может его полностью нужно омолодить. Там молодой куст, но в маленьком горшочке уже оплёл, корешки оплели весь грунт, значит просто добавить объём и добавить грунта. То есть тут всё нужно смотреть по ситуации. Ну вот, как я говорю, самая такая вот причина того, что портятся листы коричневеют, подсыхают, это полив и пересадка, задержка с пересадкой, скажем так. Есть, конечно, ещё такие случаи, перекормили удобрениями, вот, залили, тогда тоже могут листы, но там чаще всего уже идёт загнивание, всё же таки не просто, что лист коричневеет, и стриптокарпус не пропадает, да. А если растение зальёте, да, там будут какие-то некрозные пятна на листьях, но это уже такие гниющие будут пятна, то есть это, в принципе, тоже всё заметно. Если же это коричневые сухие пятна, то вот всего лишь две причины – полив и вовремя должна быть пересадка. Стриптокарпусы лучше всего выращивать в верховом торфе, вот, корневая система именно в верховом торфе, с разрыхлителями, хоть без разрыхлителей, развивается очень хорошо. Она не забивается, она не превращается в мочалку, если вы будете постепенно пересадку делать, то есть молодой стриптокарпус, добавлять постепенно объём горшка. И листики будут себя прекрасно чувствовать. Вот, в общем-то, изучать нужно агротехнику. А не просто засох кончик листа, я раз его и обрезала. Вы, если у вас причина того, что лист не крозит в поливе, либо же в грунте, да, то тем, что вы обрежете часть листовой пластины, вы не уйдёте от проблемы. Будет портиться другой лист, либо тот же лист дальше будет портиться. То есть нужно разбираться с причиной, вот, устранять эту причину и впоследствии не нарушать агротехнику. В общем-то, если вдруг что-то вам непонятно, либо ещё какие-то возникнут вопросы, просто пишите, задавайте. С удовольствием всегда отвечаю. Или же видео какое-нибудь ещё сниму. Вот. Лайкайте, конечно же, кому было интересно, полезно. На этом всем всего доброго. До свидания.